Конвейеры. Это то слово, которое взбудоражит любого пользователя гаджета, ведь оно всегда у нас подразумевает это низкое качество, минимальное отличие между смартфонами и простое желание злых производителей заработать на нас. Но вы понимаете, долгое время я сам пропагандировал ту мысль, что конвейеры это очень плохо. Посмотрите даже на те же смартфоны Xiaomi, вот серия Redmi Note 9, это просто кучу их. И индийская версия, и китайская версия, и глобальная версия, и много всего. И на самом деле этот конвейер продолжается уже многие годы, и с года в год мы все говорим, что конвейер это плохо. Но сейчас мы начинаем к этому привыкать. И друзья, а что если мы разберемся в этой теме сегодня и поймем, на самом деле нужен ли конвейер, ведь все же конвейер иногда может помогать хорошим, нормальным производителям не только заработать деньги и помочь нам купить хороший гаджет за минимальную цену. Но перед началом, друзья, хочу вам рассказать, что у нас есть сайт синтетики, где вы можете отслеживать самые низкие цены как в Китае, так и в местных магазинах. И не забывайте, что у нас есть классная группа Telegram. Я недавно листал сам ленту и увидел, что реально интересные товары. Кстати, вы знаете, что недавно вышел смартфон Vivo IQ Z1, и он уже продается в Китае за по цене 390 долларов. Очень интересное решение, я очень надеюсь, что у нас этот гаджет появится на обзор. Но об этом мы говорим на нашем, кстати, лайв-канале, где, скорее всего, донатами будем собирать на этот гаджет, для того, чтобы его потом разыграть между теми, кто донатил. Короче, подписывайтесь на Telegram и обязательно тоже на лайв-канал. Итак, конвейер. Здесь все очень просто. Большинство производителей выпускают, подумайте, в год около 40 моделей. Поэтому мы и говорим, что Xiaomi тысячу моделей могло уже выпустить, и что самое интересное, все производители не смогут вам сказать, сколько точно моделей они выпустили. Ведь под каждый рынок есть каждая сегментация. Я думаю, что многие учет даже не ведут. И, по сути говоря, когда мы понимаем, что смартфоны выпускаются как конвейер, ясное дело, падает качество производства. И, опять-таки, некоторые производители могут в год выпустить 40 экземпляров, а некоторые 5 и 6. И, знаете, есть некая утопия. В какой-то степени я был ее защитником. А почему бы не выпустить, допустим, только 20 моделей и под каждый этот шаблон выпускать определенный гаджет? Кстати, вспомните старые добрые времена, когда у нас были кнопочные смартфоны. Там не было такой жуткой сегментации. Были более-менее бюджетные, что-то среднее и вот типа флагманы. И там просто можно было на пальцах пересчитать все модели. А потом, когда уже ниша смартфонов начинала развиваться, то у нас начали плодиться конвейерные смартфоны. Смартфоны. Кстати, конвейерные смартфоны появились не только от компаний Huawei и Xiaomi, как мы сейчас в принципе их ассоциируем. А еще тогда было большое количество кнопочных смартфонов. Но что самое интересное, когда происходит хейт на конвейерность какого-либо производителя, по сути говоря, это является необоснованным, когда начинаешь вникать в эту тему. Ведь все же разрабатывается одна платформа, на которой создаются определенные гаджеты. И здесь далеко ходить не нужно. iPhone 6, который мы все помним, он в 2014 году у нас был представлен и до сих пор у нас из хешечка выпускается на этой платформе. Да и тот же Oppo R12, это OnePlus 5. Oppo R15, это OnePlus 6. Да, компания Xiaomi, вы посмотрите, у них модельный ряд Redmi Note, модельный ряд Mi 10, который сейчас тоже плодится, размножается. Все это одна платформа, на которой строятся многие смартфоны. И отдельно хочу вынести, кстати, компанию Oppo, именно у нас есть два смартфона, их Oppo Rina 3 и Oppo A91. Это вот, знаете, тот вариант, когда ты понимаешь, что они созданы, они идентичные, они аналогичные. И вот мы когда пытались их снимать, то толкое время не могли понять, где какой смартфон. Если ты смотришь на лицевую часть гаджета, ну, цвета отличаются, и только так можно различить, где какой гаджет. При этом даже чехол тот же, а ты одеваешь с одного смартфона на другой, и ты осознаешь, что они полностью одинаковые по внешнему виду, и даже по тем отверстиям, которые там находятся. И теперь давайте представляем другую картину, нашу утопию, что если создается только несколько смартфонов, вот индивидуальных классных, и каждый смартфон, допустим, должен быть индивидуальным и отличаться от других гаджетов. По сути говоря, производителю тогда нужно вкладывать огромнейшие деньги, в первую очередь в дизайн, в его компоновку, ведь компоновка является основным. Ведь как мы думаем о смартфоне? Взяли сок, взяли дисплей, взяли батарею, взяли определенные модули, разместили все это в один корпус и выпустили гаджет. Нет, тот же процессор нужно с умом разместить, продумать охлаждение для того, чтобы он не троттлил и не грелся, и потом вы не гневались на этот гаджет, как же так он работает у меня плохо. Ведь также нужно с умом разместить те же самые антенны, тот же самый Wi-Fi, Bluetooth, все это нужно сделать так, чтобы оно не конфликтовало и в последующем не было каких-либо багов. Что самое интересное, когда производится этот конвейер, который мы не любим, мы понимаем, что производитель, выпуская первую модель в последующих моделях на той же самой базе, может исправить ошибки. И здесь, извините, я делаю небольшое отступление в сторону MacBook'ов, но, допустим, MacBook'и 2016 года, когда у нас обновленные появились, они имели множество недостатков. Та же клавиатура, тот же шлейф, да, те же динамики. В 2019 году в Mac'ах то же самое осталось по динамикам. И вот в последующих годах они убирали некоторые проблемы, которые в последующем делали гаджет интересным. Вот почему MacBook'и 2015 года считаются, ну, неубиваемыми самыми лучшими, самыми классными. Потому что они построены на платформе, которая 6 лет была в производстве, и каждый год она обновлялась и что-то улучшалось. Точно так же и в смартфонах, iPhone X или тот же OnePlus. Давайте возьмем OnePlus 7, баг с краснотой в дисплее, в том же самом корпусе, OnePlus 7T, они убирают эту красноту. И в какой-то степени, да, может быть, там была проблема не в компоновке, а в самих комплектующих. И, кстати, о комплектующих. Очень важно понимать, что если создается одна и та же самая платформа, производитель может закупить большое количество комплектующих, которые будут помещаться именно в этот корпус. А все мы понимаем, если производитель будет оптово закупать большое количество комплектующих, то они будут ему дешевле. В последующем мы с вами, друзья, можем увидеть более-менее адекватную цену на какой-либо смартфон. Да и, в принципе, имея ту же самую платформу, определенные производители могут покупать эксклюзивы в виде тех же, допустим, камер Sony IMX, Oppo компания 398, 689, компания Huawei 600, IMX. Все это, опять-таки, нужно разместить. И, кстати, многие говорили, а почему же в VSE не установили камеру от 11 или 10 iPhone? Друзья, это невозможно сделать, ведь платформа у нас еще с iPhone 7, и, по сути говоря, та же самая батарея, она не помещалась бы больше, только 1800 мАч, потому что платформа старая. То есть, по сути говоря, имея одну и ту же самую платформу, то есть, выпуская конвейерные смартфоны, похожие между собой, с минимальными отличиями, производитель может экономить. Во-первых, они могут устранять какие-либо проблемы, во-вторых, они могут экономить, опять-таки, на этих всех комплектующих. Хотя, знаете, помните старые добрые времена, когда та же компания Xiaomi могла как бы на презентации говорить, что у нас Sony IMX 256, но при этом в этих же смартфонах, это Redmi Note 4, появлялись и модули от Samsung, и OmniVision, и то же самое у нас было с дисплеями, боя были, и Tianma, и, казалось бы, там другой оттенок цвета, но сейчас более-менее производители начали все это уравновешивать, чтобы все было похоже. Да и плюс, на презентациях начинают эти громкие фразы из Sony IMX 586, ISOCEL, GM1, GM2 и так далее. Все это, конечно, маркетинг, ведь мы с вами, друзья, понимаем, что та же камера, для нее важнее всего те же самые линзы или то же самое программное обеспечение. Но это немного другая тема. Но давайте вернемся с вами к двум экземплярам от компании OPA. Это Rino 3, и, кстати, Rino 3 это еще тот конвейер, ведь мы посчитали, сколько там, 7, 7 вариантов, для разных рынков, с разными процессорами, с разными, может быть, определенными частотами, 5G модели, не 5G модели. То есть Rino 3 расплодился жутко. Опять-таки, все это сделано с сегментацией на разные рынки для того, чтобы в одном корпусе можно было удешевить выпуск смартфона под определенный рынок. Кстати, конвейерность имеет еще один большой плюс, в принципе, для нас тоже, ведь она улучшает производство какого-либо смартфона и убирает какие-либо баги. Ведь все же мы вспомним Samsung, который возгорался, и, по сути говоря, в дальнейшем они прорабатывали эту платформу и что-либо убирали для того, чтобы это в дальнейшем не случалось. И, с одной стороны, конвейерность, в принципе, имеет плюсы, как для нас, так и для производителя. Но, к сожалению, некоторые производители берут это во внимание и начинают просто-напросто зарабатывать бабло на нас. Но все же каждый рынок имеет определенную сегментацию, то есть для каждого рынка нужен определенный смартфон. Есть маркетинговые отделы в каждой стране, которые прорабатывают, какой гаджет будет для них лучше, основываясь даже на конкурентов. И они могут подавать к сигналу основной компании и говорить, слушайте, нам интересен этот гаджет, вот давайте его урезаем в этом, в этом, потому что тогда он сможет конкурировать с другими смартфонами. Вот почему компания Huawei, допустим, вы смотрите, у них есть Nova 3i, который потом выпускается под другим названием для другого рынка и так далее. И один и тот же самый смартфон, как Irina 3, выпускается в семи экземплярах. Кстати, к примеру, тот же Honor 8X, который в Китае был выпущен на Kirin 710 без NFC, а на глобальный рынок он пошел на 710 тоже с NFC. Потому что в этот же момент у нас был выпущен Xiaomi Mi 8 Lite, который был без NFC. И они посчитали, что наличие NFC может порвать в рынок, в принципе, что они частично и сделали. И, в принципе, по сегментации можно также понять и компанию Samsung, которая под определенный рынок выпускает на своих процессорах Exynos, Exynos я не оправдываю, а на другие рынки они выпускают смартфоны на Snapdragon. И опять-таки все из-за определенных патентов. Компании Snapdragon, мы выпускали про это отдельное видео, из-за них именно какие-либо бренды вынуждены сегментировать каждый смартфон под определенный рынок с разными процессорами. То есть, как вы видите, сфера производства гаджетов, смартфонов, она имеет очень большой подковерный мир, так называемый. То есть, много нюансов, которые мы можем не учитывать и поверхностно смотреть на них, и думать, какие же вы плохие производители, что выпускаете так много гаджетов. На самом деле, есть всему объяснение. Опять-таки, самое главное, чтобы какая-либо компания не желала заработать кучу бабла на нас. Помимо зарабатывания, они должны думать о конечном потребителе. И, кстати, если мы говорим о конвейерности, то здесь вообще далеко ходить не нужно. Все мы знаем наших железных коней, четырехколесные машины. И вот, допустим, тот же огромнейший концерн VAG, который многие любят, кто-то ненавидит, но, друзья, они выпускают все машины на одной платформе MQB, практически все машины. Golf, основа, Passat у нас, есть Skoda, есть Kadic, есть Jet для американского рынка и так далее. Все это на одной платформе. Почему? Они влили большие деньги в разработку этой платформы, чтобы в последующем удешевить производство других машин и, соответственно, дарить конкурентные цены на определенном рынке. Да и даже, в принципе, софт они разрабатывают определенную платформу, чтобы в будущем не разрабатывать его под другую машину. Ну и комплектующие, которые нужны для ремонта автомобилей, легче их производить, если есть одна платформа. И смотрите, точно так же поступают производители процессоров. Они покупают готовые ядра Cortex ORM, и они модифицируются под свои нужды. Заказывается кремниевая пластина 8 нанометров, та же компания Qualcomm. И потом на этой базе делается с надреком 720, 730, 730G, 720G, и просто добавляются определенные комплектующие. Та же компания MTK заказывает 12 нанометров, и там штампуется P70, P90, P95, вся линейка G. И все это просто-напросто удешевляет производство, для того, чтобы они могли нам поставлять процессоры, которые будут, слава богу, в некоторых смартфонах, и я надеюсь, что они будут дешевыми. И вот пример у наших героев сегодняшней Renault 3 и A91. Казалось бы, процессоры P70 и P90 вроде разного класса, но показывают по синтетике плюс-минус одинаковый результат. Различия видны при троттлинг-тесте и памяти. Здесь и заметно превосходство именно Cortex A75 над A73. В итоге, друзья, что можно сказать? Конвейер имеет плюсы, однозначно, как для производителя, так и для нас. Ведь выпуская одинаковые смартфоны, они могут экономить, и мы можем получать более-менее адекватные цены. В принципе, можно простить компании Oppo, компании Samsung, Xiaomi, Huawei, их конвейерность. Но очень важно понимать, что некоторые производители могут выпускать, вы знаете, как Huawei бывает выпустит смартфон, просто фронталка другая или та же компания Xiaomi, а все то же самое внутри. Мы с вами должны различать, где смартфон именно реально, конвейер, который настроен на то, чтобы заработать деньги, просто обновить линейку и ничего нам нового не дать. И с другой стороны, могут проявляться интересные гаджеты, которые могут быть построены на прошлых моделях, но при этом имея тот же новый процессор или какие-то новые фичи, которые позволяют тому гаджет, с одной стороны, иметь цену ниже, если бы он создавался бы с нуля, но и с другой стороны, давать нам что-то интересное. Так что вот такое познавательное у нас сегодня было видео. Друзья, меняем наше мышление, потому что реально я раньше думал, что конвейер это ужасно, это плохо. Но опять-таки, когда ты внедряешься в эту тему, ты начинаешь понимать сторону как производителя, так и потребителя, осознаешь, что нужно иметь некий баланс для того, чтобы мы с вами получали хорошие смартфоны. С вас большой палец вверх и пока!